Здравствуйте, меня зовут Татьяна Матвеева. Я практик, независимый консультант по бизнес-планированию и автор многих семинаров для предпринимателей. Сегодня мы поговорим с вами о себестоимости. Себестоимость – это стоимость для себя. Это сумма расходов, которые вы потратите на производство товара или услуги. В себестоимость входят, или иначе говоря, структуры себестоимости – сырье и материалы. Сырье и материалы бывают основные и вспомогательные. Например, столярная мастерская, дерево – основной материал. Вспомогательным материалом будут пропитки, лакокрасочное покрытие, гвоздики и так далее. Вторая статья расходов – это зарплата и налоги. Если у фирмы есть штатное расписание работников, то там есть заработная плата и проблем особенных нет. У предпринимателей, которые начинают свой бизнес, конечно, еще в штате работников нет. И, соответственно, получается, надо как-то посчитать оплату труда за произведенную продукцию. Как это делается? В первую очередь нужно учесть, сколько времени вы тратите на производство этой продукции, включая все расходы – и доставку, и переработку, и реализацию. И это количество времени вы умножаете на часовую оплату труда. Предприниматель сразу задаст вопрос – а как же я определю часовую оплату труда? Очень просто. Сколько вы хотите получать в месяц? Ну, допустим, 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей поделили на норму рабочего времени месячную и получили стоимость одного часа. Коммунальные платежи. Чаще всего предприниматели, которые начинают бизнес, говорят, ну это же мало, это совсем чуть-чуть, да ладно, я оплачу из своих. Себестоимость этого не позволяет. В себестоимость включаются все расходы, даже очень маленькие. Электроэнергию в любом случае вы пользуете, можете пользоваться водой, можете пользоваться еще какими-то услугами. Поэтому это в обязательном порядке должно быть включено. Амортизация. Очень интересный показатель. Чаще всего его не хотят даже и считать. У вас есть оборудование, которое необходимо для производства товаров и услуг. Это оборудование изнашивается. Это оборудование необходимо ремонтировать. Вам нужно будет купить новое оборудование. Так вот, амортизация – это перенос стоимости оборудования на стоимость товара. Как она определяется? Стоимость, по которой вы купили оборудование, делите на срок, который вы будете эксплуатировать его и делите на 12 месяцев. У вас получается амортизация за месяц. Оплата услуг сторонних организаций. Конечно, вам невозможно будет все купить сразу. Понадобятся транспортные услуги. Поэтому целесообразно воспользоваться услугами сторонних организаций. Может быть, понадобятся вам услуги бухгалтера. Может быть, понадобятся услуги ремонтников, отремонтировать помещения, здания и так далее. Иные затраты. Вот их чаще всего вообще не учитывают. А сюда входит телефон, канцелярские расходы, интернет и многие-многие другие вещи, которые маленькой стоимости, но очень важны. Сейчас мы разберем себе стоимость на примере. Моя семья очень любит малиновое варенье, и мы его варим каждый год. Так вот, давайте посчитаем себе стоимость. Сколько будет стоить баночка малинового варенья? Я экономист по образованию и привыкла все цифры переводить в таблицу. Будем варить малиновое варенье. Для того, чтобы его сварить, нам необходима плита. Плита может быть разная, электрическая, газовая или просто дровяная. Это оборудование. Нам нужен будет инвентарь, кастрюля и лопаточка для помешивания варенья. Для того, чтобы сварить варенье, я заказала ягоды малины 2 килограмма по 250 рублей. Мне их привезли и доставка обошлась в 100 рублей. Вчера я сходила и купила сахар 2 килограмма, банки, которые мне необходимы, и крышки твист. Банки стоят 13 рублей, крышка твист стоит 7 рублей. На все это я потратила час времени. Малину необходимо было перебрать, помыть. На это я тоже потратила час. Выход варенья у меня получился из этого объема 3,5 литра. Соответственно, если у нас баночки идут по 0,5, нам необходимо будет 7 баночек. Значит, мы в обязательном порядке записываем стоимость тары и крышки в нашу себестоимость. Ну и у меня остались с прошлого года этикетки, которые стоили по 11 рублей. Я их тоже вношу. Итого у нас получилось 1367 рублей. Запомните, пожалуйста, вот эту сумму. Это все расходы, все расходы, которые мы понесли для того, чтобы положить варенье в банку. И вот у нас еще существуют две статьи. Это электроэнергия и амортизация. Электроэнергия 40 рублей у меня взята за месяц. И амортизация 100 рублей тоже взята за месяц. Это не прямые расходы. Это косвенные расходы, но без этих расходов нам не обойтись. Всего расходы составили 1507 рублей. Но если у нас получилось 7 баночек, значит 1507 мы поделим на 7 и стоимость одной баночки получится у нас 215 рублей. Это показатель себестоимости единицы продукции. Это мы с вами рассмотрели простой расчет себестоимости, когда мы производим один продукт. Но чаще всего предприниматели производят не один продукт, а несколько. В этом случае себестоимость считается несколько иначе. Вводится два новых понятия. Переменные расходы и постоянные расходы. Переменные расходы – это те расходы, которые зависят от объема выпуска продукции. Чем больше мы варим варенье, тем больше нам надо ягод и сахара. Это переменные расходы. Постоянные расходы – они не зависят от объема выпуска продукции. Например, арендная плата, амортизация, электроэнергия, коммунальные платежи, но и многие другие расходы. Варенье, которое мы варили малиновое, всем очень понравилось. Появились заказы и стали просить у нас варить не только малиновое варенье, но еще и смородину и морожку. Но прежде чем производить это варенье, давайте посчитаем, какая это будет себестоимость. Переходим ко второй таблице. Во второй таблице у нас подразделяются расходы на переменные и постоянные. Значит, ягоды, сахар, оплата труда, этикетка – все это относится к переменным расходам. И вот если мы посмотрим малиновое варенье, то сумма этих переменных расходов составляет 1367. Помните, я вас просила запомнить цифру 1367 в первом расчете? То есть расчет, который мы делали в первом случае и во втором случае, он остается прежним. По смородине и по морожке считаем точно так же. Но подразделили другие два вида – электроэнергия и амортизация. Они у нас записаны как месячный расход. Но месячный расход мы должны распределить уже на три вида варенья. Как это необходимо сделать? Постоянные расходы у нас составляют 140 рублей. Мы делим на переменные расходы 3968. И получаем сумму на 1 рубль переменных расходов. И для того, чтобы понять, сколько постоянных расходов разнести по варенью, нам нужно этот коэффициент умножить на переменные расходы каждого вида варенья. Но, например, умножаем на 367 и получаем постоянных расходов 52 рубля. 1367 переменные расходы. Прибавляем 52 рубля постоянные расходы. Получаем сумму 1419 рублей. Это у нас всего расходов, которые относятся к малиновому варенью. Но нам необходимо знать, какая стоимость одной баночки варенья. Выход из этой партии у нас получился 3,5 килограмма варенья. Баночки у нас по 0,5 литра. Соответственно, получается 7 баночек. 1419 делим на 7. У нас получается 203 рубля. 203 рубля. А теперь давайте вспомним, какая стоимость единицы у нас была в первом расчете. 215 рублей. А сейчас 203 рубля. В чем разница, почему варенье у нас подешевело? Да очень просто. Постоянные расходы в первом расчете мы разносили на один вид продукции, а во втором расчете уже на три. Значит, можно сделать вывод. Чем больше мы выпускаем продукции, чем больше ассортимент, тем ниже себестоимость единицы продукции. И это не все о себестоимости. Себестоимость очень разная. Она зависит от того, какое предприятие, большое-маленькое, в какой отрасли работает, какая организационная правовая структура у него, сколько человек работает, какой сложности они выпускают товар, какая заработная плата работников. Расчетов себестоимости очень много. Мы пока с вами рассмотрели самые простые. Вывод, который надо сделать из сегодняшнего урока. Себестоимость должна быть полной. Для этого нужно учитывать все расходы, независимо от того, большие они, маленькие, значимые, незначимые. Должна быть полная себестоимость товара. Себестоимость – это составная часть цены. А о цене мы поговорим с вами на следующем уроке. Всего вам хорошего!